Серьезную проблему решили обсудить депутаты Чебоксарского городского собрания. По не очень хорошей традиции в начале отопительного сезона, особенно остро встает проблема задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. В октябре они достигли 907 миллионов рублей. За год эта сумма увеличилась более чем на 100 миллионов. Практически все управляющие компании задолжали поставщикам воды, тепла и электричества. Более 650 миллионов должны за тепло и горячую воду. Эти услуги предоставляют чебоксарцам Т-плюс и коммунальные технологии. Если перед КТ долг 80 миллионов, то перед Т-плюс уже 590. В компании работают с неплательщиками основная мера – обращение в суд. Но есть и другие варианты. Мы готовы предоставлять рассрочки управляющим компаниям, заключать мировые соглашения в судах. Но только в том случае, если предоставлена управляющей компанией гарантия. Гарантия – это либо залог доли, либо гарантия собственника. То есть какие-то такие материальные вещи, которые будут чувствительны для управляющих компаний. Многие чебоксарцы платят за ресурсы напрямую поставщикам, но даже это не спасает от долгов. Сейчас по закону расходы на общие домовые нужды начисляются в квитанции в графе «жилищная услуга» и идут через бухгалтерию управляющих компаний. Представители последних считают, что долг растет за счет недобросовестных плательщиков. Крайними в этой ситуации остаются ресурсоснабжающие организации, ведь по закону они не могут отключить воду или тепло. 21 миллион долг населения. Вот отсюда долги наши. Больше всех долгов в городе накопила управляющая компания «Реаллюкс». При этом долги из года в год растут, а собираемость – 98%. Такая ситуация вызывает у специалистов подозрения. Перед ПАУТ-плюс просроченная задолженность составляет 89,8 миллионов рублей. Перед Водоканал – 3 миллиона рублей. Перед ЭНРКС-бытовой компанией – 5 миллионов рублей. Представитель «Реаллюкс» навстречу не пришел. По мнению директора другой управляющей компании «Вертикаль» Светланы Лясиной, проблема многих коллег – недобор средств за горячую воду. Я уверена вам могу сказать, что это не вывод денег. Это сегодня горячая вода, которая постоянно ежемесячно остается в недоборах. То есть мы подписываем в счета фактуру от ресурсника одну сумму, а выставляем население другую. И разница остается у нас в каком-то там образе. То есть мы ее ни начислить не можем, ни оплатить. Руководитель коммунальных технологий Дмитрий Крюков такую проблему признает. Несовершенство законов приводит к встречам в судах. А представитель госжилинспекции утверждает, что если правильно заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями и наладить систему экономии, то можно избежать неконтролируемых потерь. Есть некие проблемы. Сегодня говорим о том, что где-то идут перетопы, где-то просто люди платят за воздух, потому что температура выходит одна с котельной, и пока доходит до дома, температура становится другой, и получается кассовый разрыв определенный. Такой перекос есть. Не везде, но он и есть. И сегодня эту проблему мы тоже пытаемся решить. Это очень сложный механизм. Его нужно будет и законодательно решать, потому что закон пока один един для всех. Сейчас депутаты и ресурсники предлагают создать черный список из недобросовестных управляющих компаний, а затем выйти с предложением в кабинет министров, чтобы такие организации лишать лицензии. Татьяна Молокова, Сергей Адушков, Республика.